Я психолог, как можно психологу написать, типа, спросить это, да? Иди к моей подруге, она неуверенная в себе, мало берет. Вот как получилось так, что вас так говорят? Сними там что-нибудь. Так, а в смысле? Я не буду этого делать. Если вы, типа, берете деньги, значит, вы херовый специалист. Там еще что-то, да, то есть манипулирует. Кто готов начать? Катя, вижу. А, вот, Ленша. Давайте. Меня зовут Ольга Якушева, я маркетолог-стратег, не психолог. А у меня вопрос по личному бренду. Я вышла в онлайн очень поздно, я вышла в 44 года. До этого я была всю свою сознательную жизнь в другой профессии. И тема личного бренда меня очень сильно интересует, особенно с позиции не Минска. Насколько сложно выходить... Вот даже не... Вот сейчас пытаюсь сформулировать. Насколько сложно выходить за границы своего города и место, где ты территориально находишься, потому что я понимаю, что про цели, про шаги, про большие масштабы... Вот я поэтому и пришла к вам посмотреть, кайфануть, напитаться. Но какие технические действия необходимо предпринять для выхода в рост? Надеюсь, понятно. Про личный бренд? Да. А вы планируете переезжать? Я готова приезжать на некие мероприятия, готова вкладывать бюджеты. Я уже как бы в Минске достаточно... Ну, как бы я понимаю приблизительно шаги, но на Москву я тоже готова. А какая цель? Вот про личный бренд. Что вы в него вкладываете? Медийность я очень хочу. Медийность и признание, да. Ну, мне кажется... Тут вопрос даже не сложный. Мне кажется, здесь сложнее. Потому что в Москве... Вы в Москву планируете ездить или куда? Да, Москва прекрасно подходит. Просто в Москве есть много мероприятий и платных, и бесплатных, где можно появляться. В Москве можно покупать даже выступления на конференциях. Можно бесплатно ездить как герой, попадать на какие-то подкасты. Там рынок большой. То есть много всего можно делать. Здесь есть с этой целью... Здесь, кстати, я считаю, здесь довольно просто стать лидером. Вот. Тут, не знаю, выкупить билборды, еще что-нибудь поделать. Такое прикольное какие-то мероприятия пособирать. Здесь в этом плане легче. Но если вас интересуют другие города, то, например, Москва. Вам нужен, я думаю, пиарщик. Вот. Начинаем с пиарщика. То есть самостоятельно. Причем не какой-то за 300, 500, 700 тысяч рублей в месяц. А просто... Могу даже порекомендовать кого-то, например. Но задача, как бы, там это легче реализуется. Потому что там много возможностей. И очень часто нужны классные герои. То есть вас могут пригласить там статью написать, выступить где-то. Вы можете довольно легко собрать, не знаю, там банально завтрак с кем-то по маркетингу. И люди откликаются. Люди вообще привыкли, во-первых, откликаться на что-то. Очень легко воспринимают тему, когда хочется зарабатывать, расти. Потому что город, ну, как бы, про это, да. Что нужно конкурировать, нужно двигаться. И здесь, я считаю, например, довольно стыдно многим людям прийти даже на такую тему. Потому что, ну, как-то в сообществе не поймут. Ну, как-то это расскажу, как-то неудобно. В Москве это просто нормально. Типа развиваться, расти, конкурировать. Поэтому, мне кажется, с одной стороны, вы попадете прям к людям, которые, во-первых, легко это воспринимают. Во-вторых, привыкли оплачивать такого рода услуги. В Минске я провожу сама встречи уже. И вот эта тема женского лидерства, она очень-очень... И в Минске начинает быть популярной. Потому что у меня запись до сентября уже. То есть, востребована. То же Минск меняется, структура меняется всего и видно. Ну, у вас другие есть интересы. И если вы преследуете, то вам нужно выезжать, видимо, на какое-то время. Не знаю, я рекомендую, например, если вы живете в Минске, ну, не знаю, там, раз полтора месяца, на две недели, например, уезжать в Москву. И запланировать все мероприятия по пиару, все встречи, которые вы себе запланировали. То, что вас продвинет вперед. И потом возвращаться опять спокойно здесь работать. Да, потом опять уезжаете. Ну, или на три дня это делать. То есть, как бы прям накапливать эти встречи и делать. Хорошо. А по пиарчику я тогда потом обращусь, хорошо? Спасибо огромное за ответ. У кого есть еще вопросы? Вопросы могут быть, Катя, вот. Сейчас я передаю микрофон. Катя, тебя снимут, не переживай. Ну, попросила. Да, я попросила, значит, снять, потому что для меня это важно. Я Екатерина, трансформационный женский коуч. Именно в твоем пространстве я создала свой авторский продукт. Мечта моя была всю жизнь психология. Но в какой-то момент я поняла, что хочу работать со здоровой частью. Возможно, своей боли в жизни хватило. И вот это был продукт распаковка внешности. Сейчас я перехожу на новый этап. Я это чувствую. И, возможно, от тебя... Вот вопрос я задаю конкретный. Мой продукт сейчас называется «Ты уникальна и красивая». Виктория Абакальчук подсказала мне. И действительно, я вот это достаю. Я сейчас умею делать распаковку личности по пятифакторной модели личности Михаила Саидова. Внешности. Много чего прошло. И я даже нахожу блоки, снимаю их в работе. Ну, то есть вот так, комплексный подход. И вопрос к тебе сейчас в связи с этим. Ну, во-первых, благодарность. Действительно, искренняя. А вопрос... Сейчас я, наверное, опираюсь в то, что я не могу найти свои новые смыслы, которые нести, да, для чего. И вот у той же Лены этой, Елены Белая, которая Хилифокс, я на днях проходила мастер-класс такой. И вот что я даю женщинам, да, вот как это слово забыла, называется, да, для чего ко мне придут, вот как это донести простыми словами. Я сейчас немножко оперла в стену и не понимаю, может быть, вот ты мне подскажешь. И второе. Меня приглашают на мероприятия в Минске. Уже я вела, представляешь, вот я у тебя, кстати, в клубе, помнишь, первый опыт был, и мечта психология. Это, правда, вопрос, о котором даже психологи часто не задумываются. Вот, я вела такую лекцию среди психологов в женском клубе «Бизнес-леди православном». На игры меня приглашают, вот. И я хочу сейчас вот тоже, вот-вот, я рождаю женский клуб в своем городе и в Минске. И вот тоже я не соображу, у меня крутится неделю, месяц. Вот именно что, какую фишку придумать, чтобы его родить на каком смысле, вот смысл. Может быть, ты это подскажешь? Ну, видишь, тебе самой нужна распаковка личности похожей, да. Ты проводишь на других людей, тебе самой это нужно, потому что, если говорить про смыслы, ну, во-первых, по поводу клуба, можешь мне написать себе скину файл, по которому ты поймешь, как вообще клубы создаются, да, чтобы тебе было понятно, какая-то инструкция, да, у меня есть. Вот, я тебе могу скинуть, поделиться. Но в целом, ну, мне кажется, нужно всегда делать то, чего ты кайфуешь и то, что многие тебе возвращают. То есть, знаешь, у нас было, когда училась Сколкова, вот такое упражнение, что нужно было написать не совсем друзьям, а наоборот, потому что друзья очень часто какие-то похвалу говорят, еще что-то. Почему, например, там разным людям разослать смс-ки, что они в тебе такое видят, как женщины, и чему бы они хотели научиться, например. Или сказать просто, мне не нужна там какая-то похвала, мне сейчас нужен честный ответ. И просто разослать людям смс-ки, сказать, что, не знаю, у меня есть такое задание, и ты поймешь, что они в тебе видят сильное, классное, чему хочется учиться. И там ты увидишь все смыслы, на самом деле, потому что люди тебе это вернут, и плюс можно поспрашивать у клиентов, на самом деле, но, смотри, потому что клиенты могут наврать тоже, от чего тебя само прет. Вот ты проснешься, и ты будешь про это вещать бесконечно, и затем ночью разбуди, и ты будешь про это, ну, говорить. Вот. И может казаться это сразу, знаешь, даже странным другим людям или тебе. Или ты будешь думать, ну, я не знаю, как-то неудобно, неловко, но хочется. Тут важно как бы тоже себе доверять, потому что я помню, когда я такие смс-ки разослала, я удивилась, мне многие написали, что мы бы хотели тебя видеть партнером. То есть какие-то сильные очень ребята, которых я безумно уважаю, я увидела, что они говорят, мы видим, что ты надежный человек, то есть мы тебя видим партнером. Я никогда так не думала, что меня так могут, ну, видеть, да, и сказать. То же самое, например, про встречу здесь, да, в Минске. Я же человек, который никогда оффлайн ни с кем не встречается, да, и для меня, мне казалось, ну, как-то странно, что я это буду делать, ну, как-то неловко, но я чувствую, что мне хочется. И я тоже, кстати, будете смеяться, и думала, наверное, никто, ну, как бы, не соберется особо, вот, потому что в Минске, как бы, вряд ли кто-то придет, такие темы, еще что-то, вот. Но я почувствовала, что мне это важно. И пусть это будет немного человек, как бы, но это я просто хочу поделиться своими знаниями. И важно в этом плане довериться себе. Вот прям никого не слушать, потому что тебе будет кто-то говорить, ну, как мне там кто-то говорил, да, ну, нужно там дороже ставить цену. Нужно то, нужно это. Я говорю, слушайте, я сама знаю, что я хочу, я знаю, что мне нужно, и я так буду делать. И вот важно еще свое отстаивать от других в том числе. То есть не только, как бы, найти смысл, но еще его отстоять от себя и от других. Благодарю. Первое, я кайфушка. Это известный физиогномист российский. Мне полгода назад сказал, ты кайфушка, вы кайфушка. Делайте то, что вам в кайф. И ты мне такая в точку. Второе было, что, о, парикмахерша психологом заделалась. Это вот такой маркетолог из Беларуси. Ну, я уже умею отставить. Я сказала, не заделалась, а обучилась. Коучинг, я коуч. Вот, а третье, да, мне сейчас был день рождения, и писали, ты энергичная, наглая, и ты трансформировалась. Вот, вот это пишут. Ну, я еще обязательно смс кидаю. И вот это, может быть, и это позволит себе это транслировать. Я помогаю это сделать, женщина. Да, спасибо большое. Я поняла, я обязательно сделаю. Спасибо. Мне кажется, женщина к себе потянутся. Не встать? Как хочешь. Можно я сидя проговорю? Меня зовут Евгения. Ну ладно, встану. Психолог, психотерапевт. Маленькая реклама Наташи, да, которая за пять встреч сделала из заебавшегося психолога. Я пришла к ней с запросом на Х2, и я сделала Х3 за пять встреч, и просто, как бы, это клевый специалист. Вот, вопрос мой по партнерству, да, то есть у меня, я сделала курс, и слабые партнеры, но при этом злобные твари. Вот, которые, скажем так, да, знают пароли от всех твоих социальных сетей, от всех твоих банковских кошельков, и мы не можем разойтись. Да, то есть, как бы, я сделала продукт, мы продали продукт, мне не понравилось, как продали продукт, но я считаю, что он охуенный, да, то есть, прям, отзывы шикарные у тех людей, кто купил, но теперь они мне хотят, чтобы я выплатила, да, часть, типа, для того, чтобы от них уйти. И вот у меня такой вопрос-дилемма, потому что я не могу продавать продукт, да, то есть, как бы, короче, вот у меня такая загвоздочка вышла. Поговор. Вот это зафиксированные где-то в зуме, на словах, в смсках, еще где-то. Договор был, договор был, но я тогда, я сразу же пошла не по-правильному, да, и, то есть, я оплачивала и процент, и еще фиксу, да, оплатила, это был сразу момент, и теперь за выход, да, они мне точно так же предлагают, типа, процент с любых продаж, да, то есть, как бы... Это в курс? Да. Вот. И... Процент. Процента он захотел 30, да, то есть, когда мы продавали, было 50 на 50, с тем учетом, что, скажем так, я не считаю, что там была работа на 50%. Ну, это понятно, личное ощущение, они тоже могут там что-нибудь... Не, 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 понятно, ну, как бы, нет, все, ну, был договор, поэтому все это, сейчас он хочет, что если я сама беру все права на курс и начинаю его продавать, его там 30%, либо он хочет, чтобы я фикс ему заплатила, да, и вышла, да, то есть, вот, у меня такая дилемма. Ну, нет, да, как же... Ну,この chuy닥, наверное, да, который может... А, да. То есть, если его можно решить. Если нет... Ну, 30%-то много, потому что он не будет вкладываться ни в трафик, никуда, вот. И мне кажется, проще, раз ты создатель, тебе проще отказаться от твоего проекта и сделать новый. Блёдь. Но если жадность, ещё и жадность есть, то ты смотришь, может быть, оставить сотрудничество на каком-то формате, на котором на самом деле тебя устроят, и устроят эти 30% или меньше, и человек будет тебе помогать на самом деле в чём-то, в чём-то, например, он был хорош, например, в смыслах, в каком-то контенте, ещё в чём-то, можно оставить на этом уровне. Но если ты создаёшь продукты, и ты умеешь это делать, иногда проще создать новый продукт просто. Всё. А этот сказать, да, мы его не используем. Ни ты, ни я. Вот вы знаете, за это я её люблю, да? Вот почему-то простая идея создать, просто перезаписать продукт, который... Да, мне не пришла в голову. Но если ты умеешь просто создавать, тебе это будет... Мне будет проще. С этим всем возиться, ты будешь злиться, что ты отдаёшь деньги, которые ты считаешь, что это незаслуженно, если вы нормально не договоритесь. Ну, тогда проще создать новый продукт, а это сказать, что ни ты, ни я, мы не имеем права его использовать. А если используем, если он его будет продавать, не знаю, там, на холодном трафике, он тебе платит 30%. Если ты, то ты платишь, и всё. А если я выложу в открытый доступ, это... Ну, это вы обсуждаете, как бы, да? Кстати, хорошая идея для рекламы, на самом деле, в открытый доступ. Потому что там 40 часов моей только болтовни. Вот, болтовни, да. И это, наверное, нужно вам обсуждать. И у меня второй был вопрос. Да, у меня такой грандиозный факап случился по поводу рекламы в прошлом году, когда я купила очень-очень дорогую рекламу. И, как оказалось, вообще просто у человека, который... Ну, короче, там серая схема была, и я ничего с этого не получила, да. Вот. Напомни, пожалуйста, как ты выбираешь, у кого брать рекламу. Потому что я бы хотела вернуться обратно, да. Меня там шиндарахнуло нормально, я вышла из Инстаграма, практически ничего не вела. Да, то есть мне было обидно. Вот. Поэтому вот такой еще вопрос. Это вопрос... Ну, во-первых, с этим сталкиваются эксперты, и это будет дальше сталкиваться, потому что нужен хороший специалист, кто проверяет этих экспертов. Ну, блогеров или у кого-то покупала рекламу, да. То есть ей нужно делать какие-то договоренности, заключение, хороший контракт. Что будет, если в этот день блогер не выйдет и не будет рекламировать? Что будет, если охваты упадут, и он скажет, а мне похер, я все равно выложил рекламу? То есть нужно вот эти вот, знаете, проблемы, которые есть, и теперь вписывать в контракт, во-первых. Мало кто захочет это делать, но кто сделает, как бы вы, по крайней мере, сможете там отбить либо какие-то деньги, либо повторные отметки там или еще что-то. Мы сейчас не закупаем рекламу, потому что именно в таком формате у блогеров, потому что я веду не лайф-контент, а я веду такой экспертный контент. И если покупаешь у лайфстайл блогера, мы уже анализировали с командой, покупаешь... Они хотят смотреть на твою жизнь, а не читать твои, короче, умные сообщения. Вот. Они будут быстро отписываться. Ну, в моей ситуации. Именно поэтому мне не подходит. То есть я не транслирую какой-то лайфстайл, как бы все остальное. И плюс мы задавали вопрос подписчикам, и люди сказали, что все они меня знают, знают, что мы откуда в стиле типа из Ютуба, вы были на чем-то курсе, подкасте, вы были, вы преподавали где-то. То есть мы поняли, что с огорчением, ну, с рекламы там почти никого нету. И тогда нужно искать другие способы продвижения. Вот. Ну, или с рилсов каких-то, например. То есть мы как бы проанализировали, где лучше всего наша аудитория как бы на нас реагирует. И эти способы оставили. И перестали мучить себя. И меня. Вот. Поэтому тебе тоже, возможно, стоит проанализировать и понять, что, возможно, твои люди вообще в другом месте. Ну, то есть, возможно, они в чужих проектах даже. Или, возможно, это ролики крутые на Ютубе. Ты кому-то подержишь на интервью. Вот. То есть посмотреть. Спасибо большое. Марина Бардадынова. Привет, меня зовут Марина Бардадынова. Я специалист по самопродвижению. Смысловик. Наташ, вот если бы сейчас кто-то подошел к тебе и подарил миллион и сказал бы только в рекламу, вот эти деньги тебе только в рекламу, куда бы ты прямо сейчас вложила этот миллион? Лично я на Ютуб, это не слабо. На каких-нибудь лидеров, которые мне очень симпатичны, классная аудитория, лично я бы купила бы, не знаю, там, две интеграции какие-нибудь усиленных специалистов. Ну, я бы. Упера. Спасибо. Потому что я вижу большой отклик с Ютубов, где я принимал участие. Люди пишут. Во-первых, это остается надолго. И мне до сих пор там начинают писать. Пишут люди, которые, не знаю, год назад что-то снималось, полтора года назад, до сих пор реагируют. И из-за того, что это длинная единица контента, у них есть время узнать меня и уже прогреться. И типа там были сообщения очень часто сразу, типа, знаешь, после какого-то ролика, например, Наташа, здравствуйте, как купить УСП? Типа сразу вот. Чего-то меня не знает, это первое его сообщение мне. Или как попасть к вам на гештальт-группу? То есть это первое сообщение, это как бы, ну, цена там от 80 до 300 тысяч. И сразу пишут о покупке. Поэтому я бы не сла сейчас на YouTube. Поддерживаю. Спасибо. Спасибо. У кого еще есть вопросы? Задавайте смелее. Побольше. Интересно. Меня зовут Анастасия, я психолог. Мне такой вопрос. Наташа, вот вы говорили про то, что ведете в основном экспертный контент. И мне тогда интересно. У меня есть опасения, если вести экспертный контент только, то это может как-то получиться, не знаю, сухо. И порой есть желание чем-то из жизни поделиться. Вот как найти такой баланс, чтобы и экспертно что-то делать и делиться. Или лучше выбирать? Хороший вопрос, знаешь, это из-за того, что я так это и не сделала. Ну, как бы, ты говоришь, где найти баланс? Потому что мой идеальный, конечно, у меня команда часто говорит, ну, Таша, ну, пожалуйста, сними там что-нибудь. Такая, в смысле? Я не буду этого делать, да? Но это плохо. Я сейчас начала больше транслировать свою жизнь, там где-то личную. Какие-то еще моменты я вижу. Про спорт начала показывать, там про какие-то мотивационные штуки. Хотя я думаю, что это мало кому подходит на самом деле. Вот. И я думаю, что, во-первых, есть внутренний баланс. Когда ты готова что-то в жизни показывать, а что-то нет. Я бы как бы всегда считала, что моя жизнь личная, как бы вообще есть границы моей жизни. И за нее там никогда никому не попасть, например. Да? Только там, не знаю, самым-самым-самым. близким людям. То есть, это мои какие-то внутренние границы. И если тебе хочется вести лайв-контент еще, это круто. То есть, это классно, наоборот. Но есть такие люди, называют их экспертный эксперт. Вот это я. У таких людей меньше охваты в блоге, но выше порой конверсия покупки. Потому что, ну, ты ничего не делаешь, кроме как ведешь бесконечно полезный контент, и люди тебя, ну, как бы узнают, доверяют твоему профессионализму, ну, как бы и мне самой ничего другого, в принципе, не интересно делать. Мне лично. Да? Мне всегда хотелось помогать. Мне когда пишут там, а что за помада? Так, в смысле? Как мне можно было об этом написать? Я что тебе, бьюти-блогер там или ничего что-то? Я психолог. Как можно психологу написать, типа, спросить это, да? Ты себе долго вообще, ну, так реагировала болезненно, что если ты мне пишешь, ну, спроси что-то про свою жизнь уже. Да? Поэтому я считаю, что нужно вообще просто на себя опираться и себе только доверять. Вот как ты хочешь вести, и потом, знаешь, чуть, ну, проверять. И чувствуешь, вообще нет отклика, или тебе неинтересно, и миксовать. Потому что я, например, почувствовала, что, ну, вообще, как бы, я очень отстранилась там и веду только полезный контент. Я думаю, ну, наверное, готова как-то открыться больше, что-то показать в своей жизни. И я это сделала, и я думаю, ну, как-то вот, где-то переступила свои привычки старые, да? Вот. И что-то показала. И я подумала, ну, вообще-то неплохо, да? То есть я тут как-то не пострадала от этого сильно. Вот. И поэтому, мне кажется, это вообще только ориентир на себя. Ты психолог, ты себя чувствуешь, ты себя понимаешь, ты себе доверяешь. Вот. Я думаю, что, ну, лайф-контент, конечно, очень сильно включает в жизнь другого человека. Окей, спасибо большое. Привет всем. Привет, Наташа. Меня зовут Юля. Я врач, коуч с подходом КПТ и психолог. Как раз сейчас прохожу переподготовку у Наташи в УСП. У меня такой вопрос. Я думаю, он будет актуален многим, кто входит в профессию, но также тем, кто продолжает заниматься этим. И я бы хотела тебя спросить о том, на что вообще опираться при выборе стоимости, то есть какую стоимость ставить на свои услуги. Я сейчас объясню, как будто есть внутри такие две части, знаешь. Одна, которая такая больше тревожится и как-то старается себя где-то принизить, обесценить, только чтобы хоть кто-то к тебе пришёл и хоть с кем-то начать практиковать. А вторая более такая устойчивая, которая присваивает весь свой опыт, который у неё есть, и которая как-то хочет поставить более достойную стоимость на свои услуги. Но страшно, что вдруг кто-то не придёт, и тогда, ну, как будто что я могу сделать, чтобы ко мне всё-таки меня за такую стоимость клиенты выбрали. И здесь мне хочется с тобой посоветоваться, насколько я реально вообще смотрю на вещи, что не воспринимаю себя где-то новичком в профессии, а всё-таки присваиваю тот опыт, который у меня был и до этого в другой профессии. В общем, что ты бы посоветовала мне? Спасибо за вопрос. Я думаю, он всегда актуален, и причём он актуален много раз в жизни, когда растёшь, меняешься и кажется, какую стоимость поставить. Иногда приходится менять стоимость в другую сторону, когда какие-то кризисы в стране, там ещё где-то, и иначе реагировать, то есть смотреть, что ещё происходит в целом. Но, знаешь, я всегда даю разные советы, потому что есть ситуации, когда я говорю, не нужно выёбываться, берите просто бесплатно или там за пять копеек клиентов, работайте, нарабатывайте практику и быстро вырастите. То есть есть такая ситуация. Но в твоей ситуации ты врач, и как бы это такая чуть голубая кровь уже, и люди не поймут, если будет, я считаю, они не поймут, если у тебя будет другая цена. То есть если она будет низкая, есть ситуации, когда низкая цена, люди тоже не идут. Они думают, какая-то херня, какой-то подвох, потому что вроде бы человек какой-то учился где-то, он какой профессионал в чём-то, выглядит нормально. Почему такая низкая цена? И тогда нужно объяснять, почему низкая цена. То есть объяснять, например, ну как-то тоже это как бы доносить, потому что, не знаю, у тебя там практика на учёбе, и ты возьмёшь за 10 клиентов. Но я считаю, в твоей ситуации нужно вот опираться на ту часть, которая тебе говорит, ты до хрена училась, ты до хрена учишься, и ставить нормальную стоимость, потому что если даже не купят, смотреть на то, где твоя целевая аудитория. То есть, да, может быть действительно молодечно мои консультации не купят. Но это же не повод как бы молодечно только развиваться, грубо говоря, мне, например, да. Повод смотреть на кто в Европе, да, наши клиенты, которые поуезжали, кто там в Москве. В общем, короче, смотреть на других людей. И всё равно как бы, я считаю, не предавать себя, помнить, типа, ну там есть не супер какая-то завышенная цена, то есть понимаешь, что всё адекватно, есть реакции, есть желания. Иногда нужно донести, если ты ведёшь контент, донести, почему так. То есть, чтобы люди понимали. Или наоборот, чтобы они понимали, что это дёшево. Ну, типа, реально дёшево. Чтобы было ощущение, что, реальное ощущение, что, ну, повезло. Вот, поэтому если ты раскроешь свои образования, раскроешь, да, свой опыт, я думаю, что это классно сработает. То есть нужно выбрать и как-то вот настойчиво с этим идти. И вот если не реагируют, то выбирать другую целевую историю. Смотреть, заходить в бизнес-клубы, заходить в разные другие места, где для людей цена даже низкая. Ну, для них это просто нормально. Вот, потому что такие люди тоже везде есть. Вот, важно, ну, как бы, мне кажется, ты вообще полностью соответствуешь этому, чтобы они тебя выбирали. И у меня ещё второй вопрос есть. А давайте закроем, наверное, двери, чтобы не сверлили там. У меня ещё второй вопрос есть по поводу того, например, у меня есть желание где-то быть спикером в каких-то проектах. То есть есть какой-то проект, приходить туда. Что бы ты здесь посоветовала, то есть каким-то образом к кому обращаться, как о себе заявлять, чтобы человек захотел со мной работать? Смотри, если ты идёшь кому-то в проект, нужно не преподносить себя в стиле, слушай, хочешь, я у тебя там поработаю, что-нибудь проведу. Типа, вот не так, да? А ты прям представляешь, что ты закроешь боли этого человека. Например, ты смотришь, что у человека есть курс. Или он проводит какие-то мероприятия. Или у него бизнес-клуб. Или там ещё что-то. Ты понимаешь примерно, с какими проблемами он сталкивается. Или ты у него спрашиваешь. Например, меня часто на курсы почему приглашали? Я в том числе и говорила, слушай, если есть проблемы на курсе, я могу прийти и их разрубить. Если есть недовольные люди, если есть сложности, с которыми ты не шаришь, ты не понимаешь психологии, если ты видишь, что у клиентов нет результатов, то есть они у тебя отучились, но им страшно, им стыдно ещё что-то, я могу прийти и этим заняться. То есть человек понимал, что он не просто, например, там загрузит людей ещё больше кем-то, ещё одной лекцией, ещё одним разбором, ещё чем-то. Человек понимал, что ты решишь его проблемы. Ты его просто спасёшь. Да, можно сказать, что человеку вообще типа в стиле, но я не знаю, если ты устанешь, выгоришь и вообще не захочешь себе вести лекцию, я могу провести за тебя. Да, то есть предлагать себя с позиции решения каких-то вопросов. Вот. Ну и во-вторых, можно просто даже в своём блоге это заявить. И вообще просто людям об этом уже говорить. Потому что есть люди, у которых небольшие курсы, но там есть что делать, ну там есть чем заняться. Есть, я вообще впервые, помню, объединилась сразу с финансистом в самом начале, когда я начинала. И мы сначала вообще там проводили финансовые игры вместе. Я как психолог, он как финансист. И не знаю, там приходило 6 человек, 8 человек, мы уже вдвоём работали. Он кого-то привёл, типа я кого-то пригласила, и мы работали вместе. Потом было такое, что к нему приходили люди на консультации по финансам, там были проблемы психологии, он ко мне отправлял. Я ко мне, кто-то приходил по теме финансов, я видела, что тут уже не я как бы должна помогать, а финансист, какой-то человек с другим образованием. Я отправляла к нему. И у нас была классная коллаборация, мы до сих пор как бы дружим, сотрудничаем, работаем, потому что мы друг друга очень сильно дополнили. То есть смотреть такие партнёрства, где вы не конкурируете, а вы супер друг друга дополняете. Вот. Я бы так делала. То есть надо показать другому человеку, что ты готова решить какие-то его проблемы, потому что их хватает на самом деле. Класс, спасибо. Кто ещё стесняется задать свой вопрос? Настя, да, я не верю, что стесняешься, это правда. Добрый день. Меня зовут Анастасия, я кризисный психолог. Так, и Наталья, я хотела бы задать вам такой вопрос. Меняется рынок онлайн-образования, и из оффлайна все переходят в онлайн, уже это произошло, уже онлайн воспринимается как конгруентно. И вот в последнее время все эти разговоры, что сам вектор меняется. Ну, то есть происходит такая, как перестройка. И вопрос в том, в каких направлениях смотреть. Ну, то есть там, в связи с вашим опытом вам виднее, какие направления в онлайн-образовании и какие темы в психологии будут иметь большее развитие. Ну, то есть если на долгосрочную перспективу, то куда направлять свой фокус? Вот примерно так. Именно в онлайне. А про онлайн-образование ты что имеешь в виду? Не совсем понимаю. Вот смотрите, сейчас прошла такая волна, раньше к онлайн-образованию относились так не совсем, сейчас уже все оценили преимущества, то, что это и коллаборации, это лучшее со всего мира, комьюнити, вот эти все идеи. И, то есть произошла уже интеграция из оффлайна в онлайн. Ну, условно, железный занавес, он уже обрушен, и уже онлайн лидирует. Что тебя как психолога в этом интересует? И вот меня интересует, конечно, там же он будет стремительно развиваться, это самое начало. И идея в том узнать, какие сферы самые, ну, такие условно. Как психолог? Да, как психолог. Какие имеют большую перспективу развития? То есть в каком направлении смотреть? Мне кажется, в принципе, есть, ты можешь посмотреть, Сбер делал тренды, да, Сбербанк делал, кто-то смотрел, не знаю, из вас, мегатренды, куда как бы направление идет в целом, что людей будет много там, одиноких, да, что поговорить за деньги уже можно будет только с психологом, наверное, уже там с друзьями, даже сложно будет увидеться, да, то есть мы станем там где-то более одинокими, да. И за счет этого, естественно, оффлайн работа с психологом, я думаю, онлайн тоже, но оффлайн будет дороже. То есть я так подозреваю, потому что это будет иметь большую ценность, ну, потому что это будет роскошь, да, я думаю, что образование вообще станет менее доступным людям, потому что оно дорожает. И люди будут делиться, да, на тех, кто может себе позволить образование, на тех, кто не может, да. Вот, и кто может позволить себе оффлайн образование, оффлайн будет тоже дороже за счет этого, потому что онлайн, как бы, ты можешь где-то что-то сэкономить, да, за счет того, что там помещение, не нужно еще что-то. Да, и не все себе смогут далеко позволить оффлайн образование, да, оффлайн группы, еще какие-то встречи. Вот, по поводу тем, которые актуальны, ну, мне кажется, у тебя уже есть специализации кризисы, да, мне кажется, очевидно, что эта болезненная тема будет дальше, вот ПТСР, кризисы и, ну, как бы, зависимости все, потому что, глядя на то, что происходит вокруг, да, ну, актуализируются все зависимые тематики, да, там, очень много сейчас стало людей, которые употребляют, курят траву, вот, на это нужно, наверное, тоже обратить внимание, если интересно, с зависимыми работать и с родственниками, то есть какой-то просто бум происходит, не знаю, в России, вот, ну, в общем, зависимости, короче, любые, там, РПП, мне кажется, этим, ну, как бы, это только нарастает, вот, потому что реабилитации, общаясь с уми коллегами, они просто забиты, вот, и родственники из-за этого, естественно, еще больше интересуются. У меня опять новый какой-то интерес появился в блоге женщины, которые зависим, живут зависимыми людьми, прям какой-то новый бум, вот, появился к этому. И, наверное, круто в блоге будет, если интересно заниматься, скажем так, главное, чтобы не заблокировали, там, короче, рассказывать людям, что значит зависимость, да, потому что многие сейчас, как бы, как будто это нормально, да, там, курить нормально, смеси курить нормально, там, все остальное. Наверное, рассказывать про это больше. Я буду в другом своем блоге маленьком про это больше сейчас тоже рассказывать. Вот, то есть заниматься просвещением. В этом плане тоже классно. Вот, то есть, на самом деле, ничего нового прям за последние три года, если посмотреть, как бы, эти темы просто нарастают. То есть, наоборот, как, да, они уходят, а... Да, еще будет тема актуальна нанимать близким пожилым родителям психологов, чтобы как сопровождающий психолог был с ними, потому что они там изолированные, одинокие. Это будет тоже такая актуальная тема, но, мне кажется, еще лет пять нужна. Ну, то есть, к этому будет идти, как на пожилое поколение, там, особенности работы с людьми пожилого возраста. Таким способом отдаляться, избавляться от родителей, как бы так чуть-чуть, типа вот тут че-то, Он тебя послушает, он как бы тебя там накормит, грубо говоря. Ну, то есть можно совмещать эти профессии, там, реабилитолог, психолог, там, еще что-то. Будут, уверенно, будет это использовать люди. Спасибо, Наташа. Кто готов продолжить? Давай. Сейчас, Настя, сейчас, может быть, микрофон, чтобы на записи было слышно. Меня зовут Виктория, забыла сказать. Я психолог, нейропсихолог. Я из Петербурга прилетела с любовью. Я заметила такой тренд в продажах сейчас, что чтобы какой-то продукт вообще презентовать, нужно как можно больше дать бесплатного чего-то. Потому что много экспертов, в кавычках, которые там какую-то информацию дают, но она такая себе. И есть вот, есть лекторы, к которым можно зайти, вот как к тебе, например, да, и у тебя там уже много информации, которая платная, там, на каких-нибудь курсах в универе. Вот. Какой процент вот этого, как сказать, бесплатного материала, да, вот эта полезность по отношению к платному должна быть в продвижении? Потому что я вот думаю, вот я сейчас какую-то, не знаю, там, часть своего курса или какую-то программу выкладываю в открытый доступ, и кто-ка мне пойдёт учиться? Я же всё, я уже всё сказала в этих материалах, да? Вот мне интересно, как в этом... Спасибо за вопрос. Скажу то, что я этого не делаю, но я скажу, как лучше. Я этого не делаю. Короче, я очень долго вела такой контент, суперполезный, и до сих пор это делаю. Раньше это было из позиции быть хорошей, нравиться, а потом я просто привыкла. Вот. И привычка плохая, потому что в итоге, на самом деле, ты не можешь помочь человеку. И, наверное, я поняла это год назад, мы там Дина оплатила одно обучение, мы пошли вместе. Там был спикер, который говорил, и я вот с ним очень согласна, что, знаете, у меня такое началось поведение, вот я заметила, там, веду эфир или еще что-то делаю, там, человек что-то спрашивает, говорю, ну, почитайте книгу, а, типа, ну, идите там, сходите, там, что-нибудь послушайте, а, послушайте YouTube, еще что-то. И он очень круто вернул, что, на самом деле, в этот момент ты не помогаешь человеку, потому что он пошел, почитал, как бы, либо себя утешил, либо ему не помогло, там, ни хрена, естественно, как бы, что-то ему поможет, да, он почитал контент, в лучшем случае, он просто купил книгу, на самом деле, и успокоился, и он не придет решать свои проблемы, либо проблемы ухудшатся, а ты опять, как бы, либо он пошел к тем, кто навязчиво продавал, и все равно будет учиться, даже порой у людей хуже по знаниям, чем у нас, но он пойдет решать свои вопросы, потому что мы не сказали, слушай, смотри вот это, делай вот это, приходи сюда, ну, такую супер конкретику, отличается, либо вот, я такой полезный, я такой классный для вас всех, давайте я, как бы, вам тут сделаю, ну, пользы много дам, в итоге человек не решает свою основную проблему, он получил пользу, но проблема не решена, он, как бы, ушел, ну, ни с чем, ну, как бы, да, с каким-то успокоением, но не коротким очень, поэтому считаю, что должно быть очень много тем, которые вскрывают проблемы, показывают, да, чтобы человек задумался, присмотрелся, потому что нам кажется, что все все понимают, это, естественно, не так, да, и много контента, такого-то мотивирующего, побуждающего, скорее, что-то менять, вот, или там менять с тобой, например, да, и показывать свою экспертность, наверное, стоит, когда там, не знаю, там, человек захотел там демо-версию посмотреть, там, у нас, например, есть там в университете демо-китодни, да, чтобы человек поставил формат, лекции, нравится ему такой формат, не нравится, нравится ему спикеры, платформа удобная, неудобная, да, но там действительно дорогой продукт, и стоит посмотреть, плюс мы там, не знаю, сейчас в этот раз в клубе делали там вход на неделю, какой-то по цене там 990 рублей, но человек, чтобы посмотрел, потому что надо фантазии, что такой клуб, как бы хрен пойми, и какая-то сцена небольшая, чтобы в него зайти, чтобы посмотреть, надо мне это или нет, вот, 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 видишь, и я считаю, что, мне просто эта привычка уже такая есть, но, я считаю, что людям нужно конкретно брать их за руку и просто вести, если ты знаешь, как этот вопрос решать, помогать им в этом, вот, а не вот это вот, да, ладно, или еще ваша тема, я сейчас знаю вот это вот, а вот идти к моей подруге, она, типа, вот это рекомендовать друзей, типа, рекомендовать всех, кроме себя, ну, типа, потому что меловко, как-то неудобно, еще что-то, и вы рекомендуете всех своих знакомых, но почему-то не себя, да, вот, тоже такая любимая тема, типа, вот, она-то точно, как бы, возьмет с себя деньги и что-то там делать, а я-то, конечно, нет, я тут просто хорошая, я тут рекомендую всех, промоутер, вот, ответила? Угу. Леша, давай. Классные люди вокруг сегодня, Наташа, спасибо тебе за это, меня зовут Алексей, бизнес-коуч в теме продаж и продвижения, и у меня важный вопрос для меня, как, я даже записал, как вообще донести психологам, что клиенты сами его не найдут, и что надо что-то делать, что у меня такой опыт, моя жена психолог, я, наверное, несколько лет до нее доносил сдаться мне, как продюсеру, когда она месяц назад сдалась, она за неделю набрала две группы, запись на два месяца вперед и все остальное, то есть все круто, но это понадобилось несколько лет, грубо говоря. Жизни вместе. Да, жизни вместе, вообще 15 лет, а вот как простым психологам это донести? Спасибо. Спасибо за вопрос. Как донести психологам, что клиенты сами не найдут? Да. Ну, наверное, нужно показывать какую-то жесткую правду, ну, там говорить. Год назад у вас было три клиента, сейчас у вас один. Угадайте, почему. Да, ну, то есть ты какую-то жесткую, знаешь, правду говорить. Или, например, в прошлом году вы зарабатывали 30 тысяч рублей, в этом году 30. А, учитывая инфляцию, вы считаете, типа, не знаю, зарабатываете 25. То есть ваши условия жизни ухудшились, работаете вы все так же, или у вас появилось пару еще дешевых клиентов, потому что, или там такие полубесплатных, потому что, о которых все молчат. И вы там как бы неудовлетворены, типа, недовольны и все остальное. Ну, то есть, мне кажется, в такой ситуации нужно жесткую правду лепить просто. Вот прям показывает сравнение, потому что, знаешь, с психологами как они говоришь, они так говорят, нет, у меня все нормально. Да нет, да, я консультирую. Я консультирую. Или там, учитывая, что у меня просто есть психологический центр, или там спрашиваешь у психолога, то есть ты знаешь от всех, что его консультация стоит 20 паксов, но тебе он говорит 50. И такой, типа, сдерживается, знаешь, и ты говоришь, типа, за 20 будешь работать? Да. Ну, то есть, вот эти все моменты, которые они делают, просто показывать, ну, в контенте. жесткую правду, как бы. Да, 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 но мне кажется, тут иначе не работает вообще, потому что, ну, к сожалению, очень много таких, мне кажется, психологи вообще там как-то разделяются на несколько сообществ, как бы, одна часть как-то готовы себя презентовать, и хотят как-то, может им чуть-чуть неловко, но они как бы двигаются к этому, или еще что-то, а вторая, как бы, вторые такие, знаешь, делают вид, что им похер, жадные все равно, как бы, все равно хотят, но как бы делают вид всем видом, что им вообще насрать, им как бы это не нужно, да, вот, какой-то, мне кажется, два, если смотреть в Беларуси даже, в России как бы попроще, люди как-то готовы двигаться, что-то делать, вот, и поэтому можно, мне кажется, просто вот, просто ловить в моменте какие-то штуки там, я не знаю, я когда на интенсиве работала, вела какую-то лекцию по разборам, по продажам, приходили даже преподы, которые там говорят, например, там себе набирая группу, там уже тренера, типа, типа, не знаю, там, восемь человек, я такая, а что восемь? Она такая говорит, не, ну, это как будто уютная, классная группа, вот, и помещение хорошее, у меня есть, типа, то есть, я говорю, хочешь сказать, что, 30 человек, ты бы сказала, ребят, извините, я не могу вас принять, потому что помещение плохое, типа, неподходящее, то есть, ты бы, говорю, не поменяла помещение, и человека как бы ловишь в этот момент, и он такой, ну, поменяла бы помещение, я говорю, ну, так в чем тогда проблема? В том, что ты не умеешь до сих пор, говорю, тебе там, ты 20 лет психологии, ты до сих пор живешь, работая с 8 клиентами в группе, ну, как бы, и то, если, там, частично урвал, там, на одном интенсиве, на втором у кого-то, там, как-то на халяву, попросить, вечно просить кого-то нужно, чтобы рекомендовали в группу, или еще что-то, как бы, и люди так живут, и нужно им просто, вот, знаешь, вот, наблюдать за психологами, раз ты работаешь с психологами, и возвращать им, как бы, вот эти приколы их, то есть, просто показывать, как бы, да, или там, как они до сих пор там живут, используя сарафанное радио, но не умеют им управлять, и как бы, можно там снимать, сидел с того, что они надеются, что их клиенты будут рекомендовать, то есть, кто-то на них, за них это возьмет ответственность, либо тренера, либо клиенты, ну, кто-то, типа, это сделает, но не этот человек, супер, спасибо. по факту, вот, ту жизнь, которую они хотят жить, и не живут, их отделяют те действия, которые они просто не делают, и им это нужно постоянно, как любому человеку, показывать, ну, как бы, я, у меня был какой-то в сторителлинге, я просто, не знаю, решила, что злая была, короче, начала просто сканировать профили, помню, все, кто на меня там подписан лет пять, и говорю, почему ничего не меняется, блядь, не меняется ни подписчики, ничего, ни баб, ну, как бы вообще, занимались все это время, типа, пять лет, вот, так, отхуй сосишь, так приятно становится, легче, типа, иногда, вот, и кто-то начнет что-то реально делать, вот, как бы, ну, бывают и такие моменты, что иногда хочется, кто-то реагирует, когда им пизделей дашь, на самом деле, ну, в общем, по-разному можно вести контент, я сама тоже реагирую иногда, когда мне скажут, Наташа, типа, а чем мы вот так, я такая, блин, типа, неприятно, когда начнешь это пересматривать, но с АРФАНным радиоуправлять, на самом деле, как бы, когда вы, вот как вам кажется, если говорить про личный бренд, да, личный бренд, это то, что о нас говорят, когда нас нету рядом, да, в этом помещении, например, да, и как вам кажется, откуда люди, вот, все, что они говорят про вас, откуда они взяли это, вот как вам кажется, да, и то же самое, вы можете, на самом деле, вот, то, что вы людям скажете, они вам про вас это и рассказывают, банально вообще, что люди любят легенды, истории, да, вот сказки эти, вот, все это, вот, мифы, вот, и я тоже люблю, мне, как-то, расскажут какую-нибудь, прокнуть хрень, там, историю, такая, вау, классная вещь, вот, и нам это нравится, и вот, когда вы замечаете за собой, что вы о себе говорите, и что говорят о вас, потому что, очень часто, какие-то наши попытки себя продвигать, это как вы, ну, какого-то телефон работает, это какие-то пустоту, выстрел какой-то в пустоту, вот, и, например, почему-то о вас говорят, ну, не знаю, там, я все время шучу, типа, поиди к моей подруге, она неуверенная в себе, мало берет, вот, как получилось так, что вас так говорят, да, то есть, вы говорили по какой-то подруге, или еще кому-то, слушай, ну, я не знаю, я вот чуть-чуть совсем недавно, там, еще что-то, и она, естественно, это передает другим людям, потому что иногда мне говорят, вот, клиенты, я не знаю, откуда-то ко мне приходят люди, какие-то странные, типа, за пять копеек, я говорю, а как ты думаешь, от кого они пришли, от моего друга, а что ты говорила, бля, я реально какую-то чушь, типа, нес в стиле, там, я готов работать, и просто так, потому что мне нравится, там, ну, что-то такое, типа, потому что уже, там, можешь много чего наговорить, и почему, про вас могут говорить, там, иди к нему, я не знаю, его жена дома бесит, он все равно ищет любую подработку, или, там, иди к ней, у нее мужик нормально зарабатывает, поэтому она не берет с клиентов денег, или, иди к ней, она духовный очень человек, вот, она, а духовные люди, ты понимаешь, вот, они такие, типа, особенные, и, ну, ты понимаешь, она, вот, настоящий специалист, она много не берет, да, вот, потому что она людям хотела бы помогать, да, они от этого вот все, вот, потому что часто говорят, типа, а как же помощь людям, если вы, типа, берете деньги, значит, вы керовый специалист, там еще что-то, да, то есть, манипулирует, то есть, ваш личный бренд может быть такой, что, я не знаю, ой, она только отучилась, вечно учится, все никак не выучится, вечно что-то там стажируется, иди к ней, или не иди к ней из-за этого, или когда сейчас с вами, ну, как бы ваши подруги, например, друзья, почему-то вас не рекомендуют, потому что вы все время говорите, меня заебали клиенты, я, блядь, когда их вижу, меня уже тошнит, когда они приходят на сессии, я думаю о том, что слава богу, я хоть отдохну, или там, неважно, клиенты, любые ваши клиенты, то есть, вы когда рассказываете друзьям, как вы, ну, от них устали, выгорели, и там заебались, да, они же потом, такие, думают, кого отправиться, говорят, нет, мне не надо, типа, это просто опозорю себя, то есть, вы обращаете внимание, во-первых, что вы говорите другим людям, вот прям отслеживаете за собой, что, ну, что вы им говорите, а во-вторых, можно всегда сказать, ну, вы там с кем-то знакомите, еще что-то, еще что-то, и вы прям говорите о себе, там, не знаю, ой, там, вы представляете, и говорите, а мне обычно, про меня говорят, что, я не знаю, есть ли проблемы с бабками, то то, как Наташа, человек запомнит, ну, например, или там проблемы, там, я не знаю, там, грубо говоря, с сексом, только там к Маше, про меня вот так всегда говорят, мне это неловко говорить, типа, ну, реально, почему-то, меня так люди запоминают, вот вы-то прям говорите им, меня всегда называют гением, куда бы я ни приходила, вот, и, как бы, да, 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 то есть вы, всегда можете что-то закинуть, да, и о себе, чтобы, как вы ассоциировались у других людей, потому что вы же только на это влияете, если вы молчите, ну, оно так и будет, ну, как бы ничего не будет, или там, вы говорите, так не означает, там, собрали, клиентов, вы говорите, типа, что-нибудь в стиле, да, и вообще, типа, у меня вся полная запись, потому что клиенты себя как-то рекомендуют своим друзьям, ну, типа, и человек, во-первых, понимает, что, блин, реально гениальные идеи, можно же рекомендовать, реально, люди иногда не понимают, что можно вас порекомендовать, они реально, ну, как бы, боятся, стесняются очень часто, вы просто им, как бы, ну, говорите, что это можно делать, просто вот другим способом, во-вторых, они часто фантазируют, что там полная запись, еще что-то, ну, вы-то знаете, что окошко всегда есть для особенных людей, вот, и, ну, вы как бы говорите о том, что, ну, вот, можно, то есть, вы просто, вы должны начать управлять своим словом, я слышала одного официанта в Москве, он мне говорит, там, типа, а чем вы занимаетесь, я говорю, ну, обучаю психологов, он говорит, знаете, у нас такая ситуация, у нас тут один официант, короче, официант, официант, а завтра же такой, я психолог, я говорю, ну, он просто учился и скрывал от вас это, проблема, говорю, в том, что он учился на самом деле, ну, они, типа, угорают, что он дурачок, он, типа, сегодня стал психологом, на самом деле, человек учился, молчал, как честный, скрывал, стыдно ему было, что он учится, да, потому что это же очень стыдно правильно учиться, вот, и человек скрывал, и поэтому потом с вас угорают, на самом деле, когда вы скрываете, чем вы занимаетесь, вот, проблема еще в этом, когда вы долго скрываете, что вы чем-то очень сильно увлечены, что вы очень сильно что-то любите, и потом человек такой, когда он уже год-два слышит о том, что вы чем-то увлеклись, он уже запомнил, И когда вы фанатично про это рассказываете Когда говорите Да я вообще не знала, что я могу полюбить эту психологию Я думала, что там, ну это нереально Как бы, да, это странно, типа, это полюбить Я же как будто там, не знаю, что ли Больная или что там Типа, ну вот, вы можете прям проговаривать людям И говорить Ну я понимаю, что вот, конечно, мои клиенты ку-ку Но я их люблю, типа, да, вот, ну как-то вот, честно, да И ваши друзья будут Знакомые в контенте, неважно где Они будут постепенно привыкать Что вы чем-то увлечены Неважно, что это, это психология Просто самый легкий пример для меня сейчас, да Чтобы это не было, то есть они к этому привыкают Потом они видят, как вы относитесь к своему делу Потому что вы следите за своими словами А супервизору и психологу Говорите, что думаете и чувствуете В данный момент, вот И Они начинают говорить там Неважно, Вася круто Любит дерево, он круто делает кухни Я видел, как бы, как он этим увлечен Хотя он работает, совсем другим занимается Или, там, да, она вообще оказывается Там круто что-то делает, не знаю, там, неважно Ноготочки, брови Она это любит, просто скрывает Ей, типа, неловко И всем понятно, типа, ну неловко Всем неловко, это что-то, да Вот И Второй момент, вот, с чего я начала Не разрешать другим людям обесценивать ваши дела Никогда Вообще, знаете, вот Вам говорят там, ай, какая-то херня И вы такие, ааа, да Типа, вот этим вообще не заниматься Типа, не делать вид, что вы не слышали Не делать вид, что вы, как бы, там, проглотили Дать им пиздюлей в ответ Просто, типа, да Поставить их на место И сказать, что, ну, типа, мне неприятно Что ты так говоришь о том, что я люблю Ну вот, нужно отстаивать то, что любишь Я всегда за это, как бы, топлю Неважно, это, там, близкие люди ваши Или вы Или ваша профессия Если вы будете отстаивать Другие люди будут это уважать Потому что они перестанут насмехаться И, может быть, ну, иначе К этому, во-первых, сами отнесутся Но, во-вторых, вы, как бы, ну, покажете Что вы цените то, что вы любите Ну, чем занимаетесь И это очень важно И это тоже про ваш личный бренд Вот Ну, и то же самое, когда вы сегодня скажете кому-то Что вы ходили на лекцию И с вас будут, там, шутить, угорать Типа, какие продажи, какое что Псих Как бы, вы должны просто Это же ваше дело, там, ваше время Там, еще ваш интерес Вы сами должны как-то придумать Как вы себя будете отстаивать в этот момент Да, да, да Ну, к сожалению Если бы не было продаж И всего остального Ну, а как клиенты тебя узнают? Да Это внутри, да? Конечно Нужно думать, у кого учишься Вот Выбирать, у кого учишься И, ну, думать об этом Или как-то очень сильно там расщепляться И как-то вообще Не слушать полгруппы Или всю группу Хорошо, вспоминаем тогда психоаналитиков Они все запутывают Угу Уже многие даже из Англии Онлайн-сессии ведут С моими друзьями Ну, они так вот Позиционируют себя Вот, ну, прям Ну, жизнь показывают Смотри Да Если ты хочешь найти пример Кто себя не показывает Ты их найдешь Если ты хочешь найти поддержку В том, чтобы себя показывать Ты найдешь обратную сторону Ну, то есть вот Не знаю Психолог Марина Муравьева, например Она сейчас занимается психоанализом У нее классный блог, интересный Телеграм-канал Типа она там угорает Что постит Пишет какие-то прикольные штуки Классные, очень интересные Но она психоаналитик Типа Тоже вопрос Какое тебе хочется найти подтверждение Каких своих там загонов Да То есть если тебе хочется Закрыться как-то Ты будешь вспоминать кодекс Там еще что-то себе говорить Там вспоминать одногруппников Чьи-то слова еще Там бабушку Как она тебе говорила Не нужно высовываться Там еще что-то Вот То есть вопрос Каких волков ты кормишь Да Можно еще? Конечно Меня зовут Кристина Я психолог Семейный психолог Картерапевт И предприниматель И я хочу задать вопрос Наверное С позиции предпринимателя К тебе Как предпринимателю На каком этапе Своего развития Ты начала Собирать команду И делегировать Некоторые процессы Да Вот про команду Потому что я как предприниматель И имея несколько Оффлайн бизнесов За спиной Понимаю Что процесс надо Делегировать Что команда Нужна А вот как психолог Я одна И не понимаю Да Вот на каком этапе Нужно вот Набирать команду Действительно Классный вопрос Потому что У меня все время С этим Ну во-первых Видишь у тебя больше опыта Когда ты сейчас Начинаешь Чем я тогда Потому что я была Психологом И психолог Он работает собой Предпринимателя Он нанимает других людей И в этом плане Круто Когда вот есть Разный опыт Потому что Знаешь Я могла делегировать Только тогда Когда заебалась Когда устала Когда сейчас помру Вот тогда Я себе позволяла Кого-то нанять То есть у меня сначала Через это происходило То есть я понимала Когда знаешь Я все сейчас помру Я тогда кого-то искала Так я Ну была полностью убеждена Что я должна сама Как-то это все разрулить Ну как психолог Ну вот То есть я не воспринимала Что я предприниматель Уже на самом деле В чем-то Вот И Важно понять Из каких там ролей Сама смотришь Потому что Если говорить про психологию То Ну в какой-то момент Появляется ассистент Когда ты уже не можешь Вести запись Вообще никак Когда уже завал полный Или ты Ведешь контент Но у тебя нету Времени его вести Ну то есть Контент важно вести Но ты понимаешь Что ты на сессиях Ты на учебе Контент ты вести не можешь Тебе нужна группа Куда ты надиктовываешь контент И кто за тебя его публикует Неважно Куда Да В телеграммы А еще кто-то Либо ты нанимаешь человека Который За тебя на тему Семейной терапии Ведет контент классный Либо тебе его готовит А ты приходишь Там не знаю Аудио записываешь Видео Рилсы Или еще что-то То есть Ты понимаешь Что тебе нужна в чем-то помощь Просто ты банально видишь Что это не тащишь Ты все время Эти задачи пропускаешь Ты все время Не публикуешь посты Ты все время Не знаю Там Обещаешь себе снимать Ютуб ролики Но почему-то Ни одного еще не вышло Либо вышел один Как бы на этом все закончилось Ты понимаешь Тебе не хватает Ни мотивации Тебе не хватает помощи Если бы тебе был готовый Написанный текст Наверное Ты бы его прочитала Да И ты тогда понимаешь Похоже Мне нужен человек Который занимается контентом Мне нужен психолог Профессионал Типа по семейной терапии Например Или по поучингу Или там на вашу любую тему И он вам готовит материалы И сразу возникает вопрос Ага Если вот у меня есть девочка Там сценарист Смысловик И я вот задала Например Какую-то тему По семейной терапии И вот говорю Она начинает писать посты Я говорю Да, начинаем Говорю Но ты подожди Сейчас я тебе Надиктую то Как вижу я А потом Ты тогда отредактируешь И я не надиктовываю Естественно Потому что у меня клиенты Да Ну это вот Это полная хрень Как бы Когда ты себе Ну рассказываешь Что ты сделаешь это Ты видишь Что ты не тащишь Ну как бы не можешь ты То есть отдаться ей Как бы запускать Не ей Как бы Она же не шарит психологией Кому ты отдашься Она может писать посты В лучшем случае Если она что-то понимает В СММ Про это То есть она не может Писать тебе контент Люди, которые на вас работают Не психологи Не могут писать контент Психологический Вы должны найти В своем сообществе Профессионала Какого-то фаната Ботаника Который обожает Писать тексты Любит это дело И будет готовить вам контент А ты будешь В лучшем случае Когда будешь Рассказывать Адаптировать что-то под себя Если ты считаешь Это нужным Иначе не будет ничего Ну то есть Ты должна понять Либо ты Публикуешь этот контент Либо никакого А это плохо Для тебя Вот То есть Я никогда этого не знала Но сейчас вам рассказываю Что контент Оказывается Можно кому-то делегировать Вот Для меня это было открытие Когда-то В жизни Опять же Не девочкам А сыном Не девочкам Не мужу Не подруге Только профессионалу Потому что Это твое лицо Это твой личный бренд Да? Здравствуйте Наташа Меня Ольга зовут Я аккредитованный Гештальтерапевт Учусь на третьей ступени В прошлом Врач Аж дважды У меня два высших Образования Вы тут отзывались Доктор Я подумала Надо тоже легализовать Переварить Что у меня их два У меня тут Несколько вопросов Я записала Хочу вас тоже попросить Контакты пиарщика Я готова ездить в Москву На три дня На две недели На неделю Очень загорелось Мне стало очень интересно Хочу медийности Славы Денег Класс Уже люди про это признают Но более того Да Я деньги люблю Люблю возможности Которые они дают И совершенно Вот прям Прямо об этом говорю За что часто Меня не любят Хочу больше Денег заработала Я довольна Я бы его в этом году Провела еще раз Но я как вспомню Как долго я Скребла на него людей Что мне вот В этом месяце Начинает падать Мотивация Можете ли вы Порекомендовать Вопрос такой может Несколько Туповаты То есть где брать Этих людей на продажу Вот как Обычно Говорят Продажники Доноси ценность Через блог У меня есть Подозрение Что у меня Вот я вас сегодня Слушала Что у меня в блоге Да Аудитория Половина в целом Наверное Мертвая Половина уже Наверное Не обновлялась Да Она не обновлялась И я запускала Рекламу В инсте Брала где-то Рекламу Пару раз У блогеров Но вы Вот рассказали Мою инста-жизнь Очень коротко Сегодня Что Лайф Стайл-блогеры От них люди приходили Но поскольку Я не выкладываю Свои чай и кофе Блины бесконечно Попу И все остальные части В течение месяцев-двух Они отписывались Потому что Они видели Да Умные мысли Рассуждения Ну иногда Блин Надо было Вкладывать Первый месяц Да Вот И Чтобы продать Вот мне еще раз Этот курс Потому что Я бы заработала Еще раз Столько денег С большим удовольствием Это какую-то Отдельную рекламу В инстаграм А вот Кстати да У меня есть сайт На сайте Вывешен этот курс И я запускала Отдельно на лендинг Рекламу И Ни один человек Не купил То есть Все кто купили курс Это по факту Либо Мои бывшие Клиенты Либо текущие Либо по сарафану По рекомендациям И какие-то Ну пару Случайных людей Или просто Кто давно За мной в блоге Наблюдал И Ну вот Сактивировались На этот курс Поняла Но смотрите По поводу По поводу Лендинга Продаж Что мне купили Вам нужен человек Который работает С холодной аудиторией Если это Отдельные люди Кто занимается Трафиком холодным И они знают Как настраивать Там лендинги Рекламу Какой должен быть Лендинг Он совершенно Другим порой Должен быть В отличие Когда теплая аудитория То есть Другие люди Которые уже вас знают И судя по тому Как вы продавали Вы продавали Лично Да Я Выкладывала В сторис Зачем этот курс Ссылку На лендинг И В целом Я каждого Собеседовала Вот То есть Люди покупали Которые заходили В какой-то До этого Более дешевый продукт Я так понимаю Да Или с вами Были лично знакомы Некоторые Просто по рекомендации Не были лично знакомы Ну вот Таких было пару Да Часть тех Которые были со мной Лично знакомы Или кто давно За мной смотрел И не мог ко мне Попасть Терапевтические группы И уже там Вот Один человек Он видимо бросился туда Потому что Больше не мог попасть Да То есть Нужно смотреть Очень часто На такие продукты Действительно Люди Которые до этого Что покупали Либо как-то взаимодействовали То есть Например Когда люди заходят Ко мне в клуб Он недорогой По стоимости Специально Чтобы люди Смогли узнать Меня Потому что Узнать где-то меня Очень сейчас сложно Потому что Ну Я чуть-чуть другим занимаюсь И я веду Например Какой-то контент В сторис Там еще что-то Но Нет такого Как посмотреть Полноценно Познакомиться С моими знаниями И тогда Кто-то Смотрит мой контент В клубе Например Да И дальше Хотят куда-то Кто-то к психологам Кто-то на какие-то курсы Кто-то Не знаю Там Менторство Кто-то На учебу Кто-то Гешталь Там Не важно И это место Где В том числе Люди И вот Если с вами Взаимодействуют люди Через какие-то другие проекты Можно до этого Продать какой-то Более дешевый проект На самом деле Чтобы Ну много людей Туда пришло Побольше А из него уже Дальше двигаться Да К вашему Другому проекту Вот Либо Я бы делала Если у вас есть Желание общаться С людьми Так много Бесплатные консультации Диагностические сессии Хорошо бы Научилась С них продавать То есть Я бы прям писала Что Есть проект Есть что-то Кто готов Ко мне прийти Записывайтесь На бесплатную Диагностическую Консультацию Не знаю Там 20-30 минут Какую-нибудь Короткую И прям Нужно Сажать тайминг Не знаю Проходит Проходит И ты говоришь И через эти диагностики Ты можешь Если ты хорошо Научишься их делать А ты Как бы Вынуждена Научишься их делать Когда ты Много их проведешь Ты можешь Рекомендовать Либо свою личную терапию Либо группу Либо какой-то дешевый продукт Либо свой курс И через личную работу Потому что люди Очень любят Личный контакт Просто не у всех На это есть ресурс Чтобы этим заниматься Я бы проводила Короткие Диагностические Консультации Прямо вставила Не знаю В график Что в неделю Должно быть 10 И твоя задача Как бы С блога Вытаскивать людей Которые готовы пойти Многие люди Вообще не реагировали На что Но на это они придут Вот Ну и смотреть Как эти люди Которые тебя купили Как они вообще К тебе попали И активизировать Где-то Это сарафанное радио Либо какие-то рекомендации Либо где-то Начать появляться В Беларуси Даже не уезжая Там куда-то На какие-то Попадать Наши ресурсы Куда можно здесь Попадать Я готова Ну тут мало Что осталось Я так вижу Какие-то газеты Журналы Я не знаю Там Ну Ты же здесь живешь Мне кажется Намного актуальнее Это знать Да хоть Билборд Вон купи Ну то есть Как бы Как и везде Ты хочешь Билборд? Я тоже хочу Билборд Тут есть какие-то А что на нем писать? В Ларуси есть ограничения Ну там можно Ссылку на Телеграм-канал свой По штрих-коду Да Что-нибудь за? Не знаю Как бы Может Может Что-то есть По рекламе Здесь в Беларуси Я узнавала Про поводы Билбордов Там Есть какие-то Ограничения По рекламе Вот я не помню Какие Либо личные Либо проект Вот рекомендуешь Мы хотели Купить в центре На проект Кажется Я не помню В общем надо узнавать Наташа Я бы вам еще один вопрос Хотела задать Он прикликается Чуть-чуть с курсом Тоже про набор людей Я дозреваю Начать преподавать Гештальтерапию И я не хочу вести Шести-восьми Человекам В камерной обстановке Вот как Или где продавать Это тоже какие-то Медийные ресурсы Или это запускать рекламу Вот ваше мнение У вас же аккаунт В Беларуси Зарегистрирован Дагиш Этот инстаграм Да То есть у вас есть Возможности рекламу Закупать Ретаргет Таргет Вы свободны вообще У вас развязаны руки То есть вам просто Нужны специалисты Которые Смотрите Вот ваша задача На самом деле Что сделать Сделать себя видимой И вот просто подумать Как я могу стать Более видимой Неважно Завтра вы решили Собрать людей В Минске Бесплатно Сняли какое-то помещение Либо взяли Какое-нибудь ДК Бесплатное На какую-нибудь тему И просто рассказываете Какую-то лекцию С этой лекции Знакомитесь Людей Тоже им что-то продаете То есть Потом услышали Что можно В газету попасть Как герои Вписались На радио Вписались Вспомнили знакомых То есть В любом Вот задача Почему Мне не хватает Видимости Что я для этого Не делаю Любую В инстаграме своя Рилсы Реклама Да Офлайн На какие мероприятия Там Блин Нужно напроситься Кому-то выступить Или там Договориться выступить Или оплатить выступить Или В Беларуси проходят конференции Огромные Причем Я вижу Просто они по маркетингу Там я не знаю Вообще Бизнес-клубы какие-то Вещи организовывают Там дофига людей собирается И на эти площадки Как-то попадают люди Их же можно оплачивать И попадать туда Скорее всего Правильно То есть Просто задать себе вопрос Как бы Что я делаю Чтобы быть видимой Мало Что Типа Что бы я могла делать А что для меня реально делать Иногда на самом деле Нужно Вообще Поднять свою телефонную книжку И подумать Какие есть контакты Кто где работает И вообще Как куда можно Написать И даже знакомым На какие-то проекты попасть На самом деле Кто-то откажет А кто-то Что-то посоветует То есть Вопрос Вообще везде Своей видимости Спасибо Ну что Есть вопросы еще? Оксан Давай Спасибо Наташа Во-первых Спасибо Что я здесь сегодня С ума приеду Да Но Я опомнилась поздно Да Да И у меня два вопроса Первый Это про группу У меня есть В личной терапии клиенты И мне написали Две женщины С просьбой Набрать группу В Могилеве Офлайн И знаешь У меня такая фантазия Ну а вдруг придет Четыре-пять человек Если я начну продавать Скажи Будет динамика Если даже я Запущу группу Для пятерых Ну Я думаю Что можно всегда Еще кого-то пригласить Если что Там Как бы Мало людей Вот Там Иногда Наши бывшие клиенты Хотят группу На самом деле Им хотелось бы Другой формат Мне кажется Будет сложновато Но можно Кого-то еще Просто пригласить Маловато Да Четыре-пять Это маловато Есть фотоопыт Кто вот вел И нормально было Да Но просто бывает Что еще Там один человек Отвалится По пути Как бывает Еще Такой прям Думаешь Блин Ну не вовремя Короче Вот Поэтому Мне кажется Не нужно вообще Переживать В нужном моменте Решать проблему Да Хорошо Ты себе Не ставь цель Набрать пять человек Просто Не ставь такую цель Ставь Цель десять человек А наберешь Меньше Восемь Как бы И тогда будешь С ними Ну то есть Не ставь маленькую цель Себе То есть Ты вообще Скажи Я вообще Не понимаю Нет такой цели Типа пять человек Четыре То есть Сразу ставь Все другие сдачи Да Сама себе Почему-то поставила Цель Типа четыре-пять человек Ну мне две написали Идею подкинули И как бы Ну Типа А найдите еще двух подруг И тогда я сделаю для вас группу Правильно? Часто Поняла Ну это твои усилия Да То есть Ты такая подумала Так Две написали Две хотят Кто-то из клиентов Говорил Что они хотели бы тоже Например Кто-то там Один Потом ты такая Думаешь Сейчас я проведу Бесплатные Диагностические Консультации В блоге И Из двадцати Человек продам Троим Например Потому что проведу их Хреново Как бы так Я поняла Я поняла Откуда у меня Эта идея Вот сейчас Походу Вспомнила У меня клиентка Она у меня В личной терапии Она ходит в группу В Могилеве И там в группе Четыре человека И там как бы уже Психологи С многолетним стажем Кот-терапевты Два Набрали четыре И я такая Вот наверное Вот отсюда У меня Вот эта мысль Ты равняешься На лучших Я поняла Вот В общем можно Набирать группы Больше Больше чем Популярные Психологи В Могилеве Вот И твоя задача Просто смотри Ты должна мыслить Откуда эти люди придут Значит Ну например Троих ты например Из блога Двое уже написали Там типа Знакомым ты им рассказала Где-то выступала Рассказала В чатах ты состоишь Это онлайн будет групп? Офлайн Оф В чатах Которые состоишь В Могилеве Резко на чаты подписалась Вот Там себя прорекламировала В блоге всякие там Типа Которые есть Кто ведет блоги В Могилеве Напросилась на рекламу Резко почему-то Захотелось тебе Потом Ну то есть Ты делаешь максимум действий И ты думаешь Так Здесь я могу теоретически Получить два человека Здесь одного То есть Ты должна подумать Где ты их найдешь Ну грубо говоря Где они могут быть Кто может отреагировать На такой формат работы Да Все поняла Инстаграм Это не единственное место Где можно искать клиентов Нет Окей Спасибо И второй вопрос Рисик сделала там Ну в общем все сделала И второй вопрос у меня Мне очень понравилась твоя идея По заданию Исколкова Какой вы меня видите Спрашивайте у знакомых Я хочу у тебя спросить Какой ты меня видишь Так что я вообще впервые вижу Второй раз Третий раз Ну Какой Настырный Смелый Как бы Потому что Я помню твои какие-то реакции Там Смело там Приезжала в Москву Мало кто из Могилева Вообще выбирался в Москву За всю жизнь Наверное Вот Там приезжала Активно участвовала Я помню Ну как-то Заявляла о себе Вот Потом Всегда заявляешь активно Когда я что-то веду Я вижу Ты все время пишешь То есть Ты готова Видно себя презентовать Продвигать Ну то есть Ты как-то так Очень активно Ну так Настырно Это делаешь Поэтому Смелой Настырной Вижу точно Спасибо 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 Спасибо